Всем привет, друзья мои! Идем с Ашкина по делам получать мою зарплату. Друзья, шкафай, как? Итак, я выгляжу похудела, друзья мои. Похудела еще как. Погода хорошая, думаю, что не замерзла. Но если что интересное, я покажу вам. Всем привет! Змеи, я здесь, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну, как у нас проходит праздник? Над отношениями в семье нужно работать. До встречи! Что хотела вам показать. Суббота-воскресенье. Вот здесь у нас базар такой есть. Суббота-воскресенье же карантин. И вот сейчас, сегодня они решили выставить все на продажу. Это в основном не перекупщики, а свои, сами же жители. С деревни привозят вот это. А также мои хорошие женщины разные вышивают. Смотрите, если вы видите. Вот и женщины, видите, сзади меня. Рукоделие, ручная работа здесь в основном. Я здесь, помню, покупала раньше. Покупала сережки, там комплекты у меня есть, но я потом все это раздавила. Так что вот такой вот у нас базарчик по субботам-воскресеньям. Называется Кадын-базар. А там дальше идет балын-базар. Кажется, я живу в очень интересном районе. Мы здесь не скучаем. У нас весело здесь очень. Вообще так классно. Похудела Светлана. Аським тоже мой какой Аським. Мой любимый Аським. Алица называется Сирийская, где я долбанулась. Здесь подвал, помните, где я упала подвал? Очень много женщин таких. И попрошаек есть очень много. Видите, все почти закрыты. Все крутые, все на машине. И ихние все магазины. Ихние, такое слово не по-русски. Ну, видите. Мы идем в банк и вот так вот. Хотим успеть до закрытия. Там же очередь еще, блин, такая будет. Поэтому мы срезаем путь. И идем такими маленькими улочками. Вот, для себя открыла магазины какие-то. Бутики. В Тантоне все закрыты. Кафешки. Только на вынос еду. Мне кажется, они сейчас претерпевают кризис. Потому что очень редко людей. Кто заказывает. Ну, всех дома считают. И это может быть только те закажут, которые работают. Чтобы им принесли на работу. Ну, а то, кто дома сидит, вряд ли закажет еду с ресторана. Они больше предпочитают еду, приготовленную своими руками. До сих пор идем. Потому что не захотели на маршрутку. Лишнее движение не помешает нам. Не так, Ляшка. Дышать нечего. Иногда вот знаю, что неправильно смотрю в экран. Потому что хочу себя посмотреть, как я выгляжу, да. А потом вам показать. Поэтому получается, что не туда. И туда смотрю, и сюда смотрю. И туда смотрю, и сюда. Ладно, простите меня. Вот такие очереди у нас в банкоматике. Сашки, стоим и ждем очереди. Сейчас трафик, 6 часов. Много людей передвигаются. Никак не дойдем домой. Столько всего накупили в игру. С игрушек новых. Потом все расскажу вам и покажу. Вот так нагрузила я. Еще зашила вон здесь пир. И докупила так кое-что. И вот мне нужна была ветровая сода. Дома покажу все. Вот наши сегодняшние покупочки. Сейчас покажу вам все. Значит, в Мигросе мы купили игрушки. Потому что я прочитала, что в новом году нельзя ничего. Даже и одевать красного цвета. И тем более игрушки. Все нужно в таких тонах, чтобы не взбесить бычка нашего. И одежда должна быть у вас желательно светлых тонов на Новый год. Маникюр красный нельзя. Хорошо, что я узнала заранее, а то и хотела красный сделать. Все таких светлых тонов, но не красных. Поэтому купили вот это стоит 50 лир со скидкой в Мигросе. Взяли вот дождик такой. Что мы еще купили? Взяли зубную пасту. Одну покупаешь, другая подарок. Взяла, решила я купить вот такие шоколады. Не знаю, что производство. Ага, туркия написано, турецкий. И вот купила вот такой шоколад. Ну, на Новый год для разнообразия. Значит, что мы еще купили? Купила я себе вот такой сом. Соммон, это красная рыба. Я не знаю, она соленая или нет. Но решила попробовать. В Мигросе это мы купили все. Купили, значит, старый эскей кошер. Купила я вот таких сладких себе помидорчиков. И что мне понравилось, друзья мои? Я нашла малину. Ягода малина нас себе манила. Хотела еще чернику, но не увидела. Меня спрашивают, какой чай мы пьем. Я прошу, мне казалось, что это супер чай. Попробуем. Купили. Ну, взяли, купили тоже курицу. Она нам не помешает, хотя все переполнено. И вот я взяла вот такую вырезку колбасок. Потому что, наверное, мы сначала на Новый год покушаем. Потом вот сделаю такую тарелочку из колбасок. Это из курицы. А это из индюшки. И вот в Мигросе за все это мы оставили около 300 лир. Зашли в аптеку, купили себе витамины. И вот здесь есть цинк, омега-3. Еще есть комплекс. Это 90 лир стоит. Ну, и антибиотик взял мой муж. И обезболивающий. Очень хорошее обезболивающее. Самое вот эти, когда у меня была зубная боль. Она мне только помогала обезболивать. Так, переходим к следующему. Я забежала в Аюсбир, то есть А101 магазин. И вот купила себе у меня завтрак кефир пить. Сегодня у меня литр минеральной воды. Решила в таком виде купить. Вот. Сейчас. Ашкэм Тантуни съел 2 штуки. Так что сегодня я тоже отдыхаю. Взяла себе такой сырок еще. И вот пастерму взяла. Тоже купила. А также чаю. Вот таких сладостей взяла. По 2 штуки. Еще 2 буду кушать. И купила себе тетрадку. Все это стоит около 50 лир, кажется, я оставила. Да, около 50 лет. Вот такие вот у нас сегодня покупочки. Ашкэм сейчас мы будем готовиться к прямому эфиру. Ждите нас. Или смотрите уже в предыдущем видео эфир. Посмотрите, что у меня осталось вместо бульона. Была на вебинаре час и забыла про этот суп. Захожу, дым столбом. Почувствовала запах. Что творится у меня? Это кошмар. Вот мой суп. А сейчас покажу вам малину, которую я открыла. Попробовать ее, да? Наконец-то я нашла малины в Турцию. Варенье варить я не буду. Но ее покушаю. Вот такая малина. Покупайте. Сейчас я вам покажу, как Ашкэм варит мне кофе. Покупайте. Я нашу машину. Покупайте. Покупайте. чуть-чуть нагреется говорит изынма ayарları 80-90 biraz kahвemizde ısınıyor sonra ısındığı zaman fazla ısınmayı kapatıyoruz çıtıtıtıtıtıtıtıtıcı�� ısınqui ısınqui вот такой кофе получается можно добавить сахар но я без сахара Посмотрите, какая красота, пенка такая. Только еще надо научиться, как с молоком смешивать. Микродалга, пиццу разогревает, да. Ашкем разогревает пиццу, посмотрите, что он приготовил себе. Ашкем пожарил грибы с пастурмой, богатый ужин. Вы понимаете, я в шоке, какие вкусные сделал. Аферин Ашкем, жрать, когда захочет, все сделает, не пропадет. А мне надо голодать.